Здравствуйте, уважаемые любители гольфа! Меня зовут Дмитрий, я гольф-профессионал Аргентины. Мы продолжаем беседовать про удары короткой игры. Сейчас мы поговорим про удар-флоп. Что такое удар-флоп? Это свечка, когда мы бьем по мячу, мяч летит по очень высокой траектории, относительно недалеко, и падая, он, что называется, умирает. У него малый пробег за счет того, что мы придаем ему большое обратное вращение. Ну, иногда он падает, а иногда он даже может катиться назад. Итак, как играется этот удар? Удар несколько специфичный и требует, в общем, не только практики, но еще и правильной техники. Итак, вот наш мячик. Мы хотим ударить его на 20 метров, предположительно, через бункер. Итак, мяч у нас, мы останемся широким. Понижаем общее положение корпуса. Каково в данном случае прицеливание? Линия ног смотрит левее, где-то градусов на 20, левее цели. А мы открываем ударную поверхность клюшки, и ударная поверхность клюшки смотрит примерно на столько же правее цели. И мяч полетит прямо точно на цель. Итак, самое главное в этом ударе – держать руки свободными. Не закрепощаться. Почему? Потому что мы хотим использовать баунс клюшки. Баунс клюшки – это та часть, которая выступает вниз относительно переднего среза. То есть рез здесь, а баунс вот здесь. Итак, мы практически играем открытой клюшкой, мочень открываем клюшку. Вот. И сначала делаем, как всегда, пробный замах. И визуализируем полет мяча. Смотрим точку приземления. В данном случае точка приземления практически рядом с флагом. Так как пробег минимальный, мы играем четко на флаг. Итак, вес тела на передней ноге, станция открытая, смотрит налево, клюшка смотрит направо, тоже открытая. И мы свободно играем, проводим клюшкой под мячом. Кроме того, очень важно, в обычном ударе мы держим всегда руки, у нас несколько впереди клюшки. В данном случае, так же как и при ударе из бункера, в какой-то момент кисти рук тормозят, а клюшка проходит дальше. Вот. Вот это движение. Итак. При определенной тренировке, этим ударом несложно овладеть и использовать его в игре. Давайте еще один ударим. Итак. Широко расставляем ноги. Линия ног смотрит налево. Ударная поверхность клюшки смотрит направо. И очень свободные руки. Этот удар, так как ноги широко расставлены, мы не можем хорошо вращать бедрами. Поэтому мы больше полагаемся на вращение плечей. Кроме того, клюшка идет как бы не изнутри линии удара, а снаружи. То есть мы как бы несколько подрезаем мяч. Вот и все. При небольшой тренировке и свободных руках этот удар не выглядит таким уж сложным. Играйте в гольф, играйте в гольф хорошо. Чао.